Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня понедельник, а это значит, что у нас обзор видео с событиями текущей недели, с макроэкономическими данными, статистикой. К счастью или к сожалению, неделя не столь богата на разного рода события. Оно и понятно, после прошлой недели, когда были и нонфармы, и решения центральных банков, текущая неделя должна была быть менее бурной, активной. И тем не менее, во вторник уже Австралийский банк, Резервный банк Австралии, соберется на заседание и будет принято решение, скорее всего, ставят ставку на уровне 1,5%, как и было. По крайней мере, этого ждет рынок. В среду данные по Китаю, импорт-экспорт снизится, как считает рынок, на пару процентов. Конечно, самыми важными данными из Китая являются данные по ВВП, но вот в прошлый раз они выходили и показали не очень сильную динамику, хотя выше, чем во многих странах и развитого мира, и развивающихся стран. Но для Китая это все-таки более слабые темпы, чем были раньше. В четверг по тому же Китаю инфляция, ожидают рынки усиления инфляции на 0,2%, то есть в годовом вычислении рынки ожидают, что будет 1,8%. Инфляция в Китае также укрепляется, усиливается в последние несколько месяцев, лет, так же, как и в развитых странах. Мы об этом говорили на вебинарах наших. Ну и, наконец, пятница. Мичиган более-менее важный индикатор на предстоящую неделю. Из американских данных у нас, заметьте, только единственный Мичиган в пятницу появится. Мы не говорим о Jobless Climbs по четвергам. Это уже привычный еженедельный индикатор. Вот такая вот неделя. Но это не значит, что движение валют не должно быть или не может быть серьезным. Хотя бы потому, что евро у нас, наконец-таки, показал хороший момент. Уткнулся и оттолкнулся даже, я бы сказал, от линии сопротивления. Теперь уровень 1,1670-1,80. Уровень сопротивления до этого это была поддержка. Как вы видите, голова и плечи классическая. Попытка зайти обратно за линию шею. Пока неудачная. Даже можно сказать, что неудачная. Может быть, со второго раза получится. Но все же я жду ослабления евро. Об этом говорили много раз и на вебинарах. Уже давно об этом говорим. С учетом того, что сказал Мария Драги примерно месяц назад. Евро переоценен в то время, как в Соединенных Штатах вовсю, так скажем, сезон повышения ставок. В декабре ожидается повышение практически 98% вероятность. В 2018 году будет 3 повышения. Хотя это, конечно, зависит от политики нового председателя ФРС. Пауэлл, да, если я не ошибаюсь, с 3 февраля он будет председательствовать. Тем не менее, можно сказать, что с теми темпами политики монетарного смягчения, которую проводит ЕЦБ, евро стоит достаточно дорого на фоне доллара. В то время, как я уже сказал, американцы повышают ставки, европейцы даже не думают начинать цикл повышения. И до сентября 2018 года продлили сроки количественного смягчения. То есть, собственно, QE сократили с 60 до 20 миллиардов. Техническая картина остается той же, что и была раньше. Голова и плечи. И я жду ухода на величину головы как минимум. Там в район 1.13. Может быть, сначала 1.14. Это почти 200 пунктов. А там посмотрим. Вот такая неделя. Индексы у нас показали максимумы. Ну, давайте об этом поговорим на завтрашнем вебинаре. Всем желаю хорошей недели. Профитов. Ставьте тут стоп-лоссы. Не забывайте, что рынок это риски. И ваша задача в первую очередь контролировать риски, а не прибыль. Всем спасибо.